Здравствуйте! Сейчас я вам расскажу об одном очень интересном боксе. Я как бы системный администратор со стажем и он мне в свое время очень пригодился. Сейчас в магазинах их очень мало, но я как бы наткнулся, что в Китае они еще есть. Но стоят действительно очень дорого. Поэтому я постараюсь на него ссылку дать, у кого может быть с финансами не так туго. И еще есть попроще вариант, который я еще не наказывал, не проверял, но уверяю, что работает все как полагается. Значит, что это за вещь? Это бокс Zalman. Он у меня, правда, уже, видите, Angry Birds. Что в нем такого хорошего? Он покоцанным временем уже потерся. Вот, это Zalman модель. ЗМВ200SE. Для чего он нужен? То есть это бокс под жесткий диск. Но что в нем такого хорошего? Он монтируется еще в системе как CD-ROM. Вот, то есть можно его носить как обычный переносной жесткий диск, да? То есть он подключается как жесткий диск и в то же время монтирует образы. То есть всякие Live CD, операционные системы, все это можно подключать и устанавливать. То есть не надо никаких демонов, да? Можно с него же монтировать жесткий диск. Ой, как CD-ROM. И все будет офигенно работать. Вот. Системным администраторам это просто незаменимая вещь. Я еще раз повторяю. Потому что он, ну, всегда выручает. Да и все, наверное, системные администраторы знают, про что я говорю и что это такое. Наверняка все наслышаны. Вот. Значит, вот он сам железный. Вот у него тут экранчик. Вот это диод. Обмен данным идет. То есть по разъемам у него E-SATA. Тут, значит, сейчас. Мелкий слишком. Это блокировка. То есть, чтобы данные удалить, не удалить. То есть тут можно блокировать сам дата кабель. То есть и питание, и дата сразу, да? То есть обмен данными проходит через именно мини-USB. То есть, да? Вы чувствуете, как он старый, что еще мини-USB, да? Не микро даже. Вот колечко такое, которое вниз-вверх держится и в середину. Это у нас посредством этого переключаются режимы. Вот выбирается ISO, образы. Вот, да, кстати, образы вон ISO берет и AMG. То есть, ну, еще у него идет кейс такой, но я не знаю, кожаный, не кожаный он. Точнее, есть чехол под него, да? Вот, как бы обычно. То есть он в него вставляется. Сладатель, по-моему, тоже заман. Значит, давайте я сейчас подключу его к ноутбуку своему. Вот, покажу, как, в принципе, он горит. Вот, он выгорается. Вот обмен данными пошел работать. И вот мы видим, да, что у него индикация. У него показывает температуру жесткого диска, показывает режимы. То, что сейчас E и D. Это значит, он и в дисковом режиме, и в таком CD ровном режиме. Вот, вверх мы так нажимаем, и тут можно, вот как раз Dual Mode, вот он есть. То есть он и так, и так работает, да? Вот он его включил сейчас сам. То есть если долго держать, вот, потом, сейчас. Выбираем, HDD Mode можно выбрать. Сейчас, вот HDD Mode. То есть, вот, он сейчас опять перезагрузился, видите, H, это HDD Mode. Вот, потом мы можем выбрать CD Mode. Вот, CD Mode, это у нас, вот, как раз, как CD Roman в системе определяется. И вот тут, вот, все папочки, со сообразами моего. То есть я могу любой выбрать, вот так вот нажать, вот, диск появился. Это значит, он поремонтировался. Вот. Обязательно там, где папка в корне создается, ISO. И нужно обязательно в эту папку кидать. Вот, вот, в этой папке только их видит. Вот. И при безопасном извлечении мы колечко вниз нажимаем и держим. Вот, до этого момента, пока диск перестанет вибрировать и погаснет экран. Вот, видите? И показывает, что слип. Вот. Все, собственно. Очень хорошая вещь, я вам серьезно говорю. Она мне выручала миллион раз, вот. Она, правда, сейчас очень подорожала. Но если все-таки она мне сломается, фу-фу-фу, я обязательно еще раз его буду приобретать. Невероятно классная вещь. Вот. Приобретению крайне рекомендую. Вот, ссылки я поставлю в описании. Вот, еще оставлю именно аналог, который, он там немного другой, конечно. Вот, но все равно, я думаю, если да не менее, как бы, денег, да, хоть что-то. Вот, все. Всего доброго. Подписывайтесь на канал. Вот. До новых встреч. До новых встреч.